приветствуем наших подписчиков и гостей канала астрора друзьям и вас всех приветствуем в изобилии и достатке сегодня уделим внимание деньгам и поговорим о том где нельзя хранить деньги очень важная и нужная информация и хотим взять акцент на том что многие люди к сожалению не там хранят деньги не только в своем доме но и своей жизни что это за места и почему это так далее в этом видео а прямо сейчас подпишитесь на канал астрора ставьте лайк этому видео и обязательно поделитесь этим видео с теми кого вы любите кого вы цените кому вы желаете мира любви и гармонии вы знаете не так часто мы с вами оставляем деньги на хранение в банк и если у нас постепенно копится какая-то определенная сумма мы как правило оставляем деньги дома однако для того чтобы деньги у нас при умножались мы должны понимать что в нашем доме есть определенные места для не просто для хранения денег как для какой-то вещички или предмета а этом места которые нужны для хранения денег но в нашем доме есть места для хранения денег как положительные так и отрицательные то есть энергия место может влиять на наше с вами благосостояние поэтому когда у вас есть денежки и вы не носите их с собой а и не не храните в других местах например в банке или где-либо в другом месте то в таком случае возникает вопрос а где же дома правильно хранить деньги для того чтобы они еще больше привлекали деньги и так пожалуйста всегда держите свои деньги подальше от всех электрических приборов и от тех приборов которые вырабатывают огонь потому что пламя как вы понимаете разрушительно действуют на денежные купюры то же самое можно сказать и про ванную комнату с туалетом считается что деньги просто уплывают от вас они просто смываются в унитаз спальня также обращаю ваше внимание не место для хранения денег особенно особенно в крупных размерах потому что таком случае вы должны понимать что спальня вообще нам нужно для того чтобы отдыхать чтобы спать и когда вы деньги оставляете именно в этой комнате вы таким образом энергетически их также заставляете спать уж они как бы находится у вас постоянно в таком вот сонном состоянии в подвешенном состоянии и по энергетике деньги не понимают что им нужно увеличиваться а не спать и помните о том что когда вы получаете свою первую зарплату далее получаете свой первый доход от своего возможно хобби или вы вас была первая подработка лучше оставлять эту всю сумму на ночь под матрасом для того чтобы деньги переночевали с вами а на утро и уже можете переложить в другое место но именно вот так вот матрас и спальня в этом случае работает для того чтобы деньги понимали о том и чувствовали вашу энергетику то есть вы должны открыть сами энергию изобилия конечно же наше время мы не хотим сказать о том что мы говорим вам оставлять деньги там или в ином месте конечно никто не застрахован от квартирных воров и потому обязательно исключайте также и наиболее популярные места где люди хранят любят хранить деньги и к сожалению может к счастью их всегда там обнаруживают взломщики как правило это вентиляция бачок унитаза книги матрас морозилка то есть это те места где знаете вот люди наверно из поколений в поколение говорит о том где оставлять эти деньги для того чтобы воры не нашли это наверно уже больше психология чем эзотерика но все же и давайте вместе разберемся какие места в доме лучше всего избегать и прятать деньги где-нибудь в другом месте более надежным это место которое действительно будет привлекать деньги вашу жизнь и так первое матрас вы знаете матрас это то место как мы уже повторимся это там где деньги спят и они не накапливаются и к тому же к тому же энергетика денег она очень плохо влияет на ваш сон потому что потому что дело в том что у денег в принципе негативная энергетика и когда человек кладет деньги близко к телу он впитывает в себя их энергию несмотря на это что способ хранения в матрасе к сожалению до сих пор популярен у пожилых людей которые мы в любой момент могут проверить их наличие но вот такая вот психология но если вы же отправляетесь в поездку не думайте даже прятать деньги под матрас а потому что останетесь без средств до конца отпуска как бы мы уже говорили и потому что как минимум знает об этом способе все далее одежда и здесь мы говорим не о том что она на нас должно быть надето прямо сейчас а про вещи в нашем шкафу и это достаточно очевидное место где ваши деньги найдут моментально причем даже не обязательно домушники а также ваши родственники ну например при очередной ревизия одежды на предмет стирки далее следующее место где почему-то люди очень любят хранить деньги не задумывается что это место всем известно это банка с крупами вы должны понимать что деньги сами по себе достаточно негативно влияют на блюдо и на еду особенно на ту еду которую вы планируете готовить и потому что мы уже говорили что и у один у денег есть одна особенность распространять свою энергию по большей части именно отрицательную на все предметы вокруг а стеклянная банка это весьма доступный для других людей предмет здесь и даже наверное говорить не стоит поэтому не старайтесь далее следующее место это унитаз вы знаете не поверите но неоднократно сталкиваемся с тем что многие люди почему-то люди любят хранить именно в унитазе деньги поэтому они даже не боятся что эти деньги могут загнить прогнить и так далее поэтому не нужно оставлять именно в унитазе какого как минимум из-за тех побуждений что именно эти деньги при впитывают хорошо влагу и становятся влажными начинается сырость гнить и так далее а также так как вы держите их в унитазе даже если вы держите где-то в бочонке в каком-то секретном месте вы должны понимать что они энергетически соприкасаются со смыванием постоянно воды то есть и вода таким образом забирает вот эту энергетику надо ли вам это скорее всего нет и друзья и конечно же никогда не оставляйте деньги в прихожей потому что в это место куда как правило приходят разные люди следовательно и энергия в этом месте непостоянная если вы имеете денежки как правило есть люди которые оставляют небольшие какие-то деньги именно в прихожей что было удобно например взять мелочь и куда-то пойти там выпить чашку кофе и так далее да такие можете держать денежки но обязательно держите их в шкатулке в каком-то закрытом пространстве очень будет хорошо если это был даже и красный конверт